22 заседание депутатов стало поистине историческим, потому что именно на нем рассмотрели вопрос объединения Пушкинского округа с соседними муниципалитетами, городскими округами Ивантеевка и Красноармейск. Перед началом заседания выступил глава Михаил Перцев, который рассказал о преимуществах слияния. Первый – это увеличение территории. Генеральный план нового муниципального образования определит новые территориальные границы, увеличив площадь почти полтора раза, а также даст импульс развитию территории, усилив устойчивую городскую систему расселения Пушкинского городского округа двумя городами с развитой инженерной, транспортной, социальной и хозяйственной инфраструктурами. Появится возможность перераспределять нагрузки в социально значимых вопросах, в том числе в обеспечении местами дошкольных и школьных образовательных учреждений. Данная реформа позволит осуществлять грамотное, сбалансированное социально-экономическое развитие новой территории. Депутат Виктор Лисин перед голосованием предложил внести корректировки. Чтобы центром округа был Пушкинский, такое же должно быть название. Также необходимо разрешить вопрос с транспортной доступностью на Ярославском шоссе. После депутаты перешли непосредственно к голосованию. Прошу голосовать. Кто за? Единогласно. Решение принято. Что? А, один воздержавшийся у нас. Им оказался Александр Воробьев, депутат-самовыдвиженец. Остальные 22 человека за двоих слуг народа не было на заседании. Теперь дело за публичными слушаниями. Они пройдут 12 октября с 15 до 17 часов в 31 кабинете в здании администрации округа. Анастасия Спирина, Александр Девкин, Яков Глейзер, Пушкинское телевидение.